Доброе утро! Всё, моя укладка уже природная. Иначе говорю уже то, что сама уложила. Ну как уложила? На самом деле там просто феном немножко посушила и всё. Я сегодня встала как ненормальная женщина. Может быть как нормальная, но для меня как ненормальная. Встала в 6 утра. Я не смогла больше соснуть. Я в принципе там очень плохо спала. Я не знаю, что со мной неудобно, то всё. В итоге в 6 часов я встала. Поставила курицу варить, куриную грудку варить. Сдиралку запустила. Ну короче, занялась домашними делами. И сейчас у меня будет небольшая подработочка. Минут через 15 начнётся всё. И я решила на балконе сегодня. Сейчас я покажу, как я забаррикадировалась от котов. Тут у меня Дуська лежит. А тут у меня дверь закрыта, чтобы коты не лезли. Но они всё равно лезут. Вот я поставила вот такое заграждение. Потом поставила вот эту вот штуку. Всё равно Крестёв уже морду свою всовывает везде. Ну, всё как-то так. Не знаю, будут ли они мне мешать или не будут. Привет в грязном окошке. Окна не мою, потому что этот блок будет полностью убираться. Короче, не хочу делать тройную работу. Но когда будет убираться, это другой вопрос. Изначально надеялась я, что я летом этим займусь. Балконом этой комнаты. А как будет на самом деле? Пока не очень понятно. Ну, в общем, цветочки мои. Ветер у нас там сильный. Прямо, видите, по-черешне. Видно. А, здравствуйте. Сейчас Дуся. Ходит, разберётся. Что там такое в её королевстве происходит? Ну, короче, не знаю, даст мне Крестюша нормально поработать сегодня. Крестюша, иди отсюда, пожалуйста. Пожалуйста. Короче. Пит, скандал. Крестюша, иди, 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 иди. А по процедурному вопросу обожжите. В общем, короче. Не знаю. Надеюсь, получится у меня поработать. Спокойно. В крайнем случае, у меня, видите, веник. Отгонять котов. Потому что я буду в зуме, мне будет неудобно перед людьми. Вот, смотрите, смотрите, смотрите. Мы в азотгири, а вы в окно. Такие дела. Дуська растёт. На этой неделе ждём. Котяток. Так, ну что, всё. Я пошла работать. Дусь. Животик грею. Устала ты от этого животика уже, да? Моя кожечка. Муха, блин, залетела. Сейчас мы её выгоним. Ну, такой дуськ уже. Бутусь. У нас новая баррикада. Смотрите, как кожа выпирает животик. Но признак того, что кошка скоро будет рожать, как я прочитала в интернете, это когда животик ближе к ножкам идёт. Ну, опустится, правильно так говорить. Ну, тебе самое интересное, да? Ну, ты же не будешь с ним играть. Ты же будешь рычать и не дадите мне работать. Терпите. Улови мушку. Нет? Вот, это чёрный лезет. Чёрный, как всегда. Я уже пришла с покупками. Все свои дела закончила на сегодня. Сейчас покажу вам, что купила. Значит, купила вот такое молочко. 69, по-моему, рублей. Мюсли. Тоже около 70 рублей стоит. Сырочки. Они собаки по 36,99. Хотя там на ценнике была скидка. Но, короче, не пойду ничего доказывать. Вот такие вот по 27 с чем-то. По 28. Кошачьей радости. И вот такие. Одна, по-моему, по 23, другая по 19. Вообще ничего не было. Из того, что обычно берём. Ванильный сахар. И патный диск. 44 рубля. Вот такой вот небольшой улов. Ну что, самое время завтракать. Пол первого. Мюсли с молочком. Сырочки. И холодный чай. Всё. Мне приятного аппетита. Вам тоже приятного аппетита, если кушаете. Ну что. Всё. Я все свои дела сегодня доделала. Которые планировала. Честно говоря, я хочу спать. То спать. Знаете, я так лягу и понимаю, что глаза не закрывают. У меня мысли, мысли, мысли. Ну то есть, короче, спать хочу, но спать не могу. Вот так вот. Что хотела рассказать-то. Я позавчера закончила смотреть сериал. Там 8, 8 или 8, по-моему, серий. 7-8 серий. Тоже такой мини-сериал. Называется «Халифат». Я, честно говоря, весь следующий день я не могла отойти от эмоций, которые меня прям захлестнули. От эмоций и мыслей. Всяких разных. Но я не в один день посмотрела сериал. То есть первый день я посмотрела, по-моему, 3 серии. И следующий день я уже ездила по делам. Я думала, блин, когда я уже вернусь домой? Потому что мне интересно, чем же там дело закончится. И на следующий день, естественно, я там до 4 утра смотрела-досмотрела, в итоге этот сериал. Закончился он очень неожиданно. Вот как-то, знаете, я... Я почему-то... Не буду сейчас, если я хотела сказать, но, блин, я тогда спойлер сделаю. Промолчу. В общем, короче, я почему-то думала, что он закончится не так. Ну, вот так вот, типа, хитренько высказалась. Когда кончился он неожиданно, и, повторюсь, произвёл на меня неизгладимое впечатление. Фильм про то, как можно манипулировать людьми, опираясь на религию. О том, как... Ну, там несколько сюжетных линий. Ну, блин, ну, мне хочется рассказать, но... Но в то же время не хочется сказать какую-то такую информацию, которая выдаст все секреты фильма. В общем, фильм о том, как... как вербуют молодых девушек, мусульманок, живущих в Швеции. Ну, фильм совместно Швеция-Сирия производства. По-моему, Германия. В общем, короче. Фильм интересный. Я, когда его ещё искала, наткнулась на то, что на подобную тематику есть какой-то наш российский сериал. Он называется на краю. Если честно, я не люблю российские сериалы за редким, за редким исключением. Но, наверное, попробую посмотреть и этот. Ну, по крайней мере, по первым сериям я пойму, интересно, оно мне или нет. Но сериал «Халифат» я прям могу рекомендовать. Вот рекомендовать окончательно и бесповоротно, как сериал, который надо посмотреть. Наверное, я бы поставила его в одну цепочку с... Ну, не по тематике, а в принципе по сериалам, которые меня захватили. Это по утреннему шоу «Чернобыль» и как же называется-то? Неортодоксальная. По-моему, так. Вот, наверное, все-таки в одну цепочку. Но, опять же, повторюсь, не по сюжету, а потому, что сериал меня захватил, и я прям сопереживала героям, прям вот, знаете, да. В общем, вот такие вот дела. Так что, не знаете, что посмотреть, посмотрите «Халифат». Все. Такие вот новости. Завтра, может быть, поеду, съезжу. Очень хочу выбраться, поехать в усадьбу Быково погулять. Все, вот, все никак. Все никак не могу себя туда вытащить. Хотя, очень хочу. Может быть, завтра получится, не знаю. Потому, что после 2-го числа мне уже никуда лучше не выезжать из дома, потому, что по моим подсчетам, ну, вот, где-то там 2-го тире 7-го Дуся должна родить. Ну, как бы, мало ли что, в общем, как бы, надо лучше быть дома. Я же вошла в тему, посмотрела видеоролики. Если бы, наверное, были курсы по приему родов у кошки, я бы, наверное, тоже их онлайн прошла. Не, шучу, конечно, почитала информацию, но так более или менее представляю, что будет происходить, что зачем, что как, как действовать там в случае того-то, в случае сего-то. поэтому, ну, буду на страже кошачьего здоровья. Конечно, еще раз повторюсь, везде все говорят, что лучше ничего не трогать, просто, ну, наблюдать, там, не давить на живот, ничего не вытаскивать, не хватать, потому что кошки интуитивно все это делают сами, но у нее первые роды, вдруг там какой-то инстинкт не сработает. Ну, в общем, короче, в общем, я буду надеяться, что все будет хорошо, потому что я всегда за то, чтобы все было хорошо и естественным способом. Так что я буду в это верить. А, еще про свадебную фотосессию свою хотела ответить на вопрос. Девочки, у меня есть, по-моему, на канале видео, моя свадебная книга, по-моему, я не думаю, что я удаляла, оно мне, как бы, 300 лет не надо, но было дело, что теперь удалять-то? А, оно у меня, кстати, по-моему, есть, я тоже ничего не выкидывала, не с той целью, что там какая-то неземная любовь осталась, а в том плане, что ту свадебную книгу делала я сама, сама обрабатывала фотографии, сама там красиво расставляла, поэтому мне просто жалко выкинуть, мой труд, бывшего мужа не скрываю, я не вижу в этом смысла, поэтому, не знаю, если найдете видео на канале, по-моему, все-таки оно есть, но вот как оно называется, убейте меня, я не вспомню. Все, на этом буду сегодня со всеми прощаться, вот такой вот влог, как всегда, ни о чем, ну, я мастер снимать видео, ни о чем. Все, всем хорошего дня, хорошей рабочей недели, сегодня понедельник, понедельник день тяжелый, хорошей вам продуктивной недели, ну и всего-всего-всего хорошего, все-всем, пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok